Продолжение следует... 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 потому что они включают и рассматривают большее количество факторов и рейтинги, и при их актуализации они являются более актуальными. Анализ, который провел Шена Шин и Тут Кащан, показывает нам, что мы сейчас в период перехода переживаем. Мы только видим, просматриваем какие-то проявляющиеся контуры этой системы и рейтингов. Если снизу наверх, это региональные системы есть, которые отражают региональные особенности культуры, языка. Затем, кастомо-центрированные системы и центры рейтингов, они должны стать клиентоориентированными. Затем, многолиговые системы. Для того, чтобы отразить миссии, размеры, расположение, наши единообразные системы, они должны быть множественными станами, охватывать разных уровней. И самое интересное еще, это основанные на предметных дисциплинах системы. Эти институциональные должны стать основанными на дисциплине, чтобы отразить различия между предметными областями и дисциплинами. Это вот один из примеров подхода исследователей. И я хочу, как исследователь, хочу, чтобы представить какие-то тенденции, которые проявляются в этом мире рейтингов. Интересно, каким образом рейтинги и роль их растет. И помните, рейтинги – это довольно молодая штука. И их появление, оно с другими инновациями, так сказать, коррелируется. Первый национальный рейтинг в 83-м году в Америке, в то же время, когда появился интернет. Первый глобальный рейтинг, шанханский рейтинг, он является современником Фейсбука. 2003 год. Семейство рейтингов растет каждый год, каждый уже региональный. Каждый год глобальный, два региональных и три национальных появляются. Они… Kings. Итак, мы видим, что темпы роста этих крупнейших рейтингов весьма впечатляют. Кроме того, мы анализируем национальные рейтинговые системы. И мы видим, что цифры действительно поражают с темпами роста. Буквально два года тому назад я готовил перечень таких национальных рейтинговых систем. За последние 15 лет появилось 45 новых национальных рейтинговых систем. И все эти рейтинги можно найти на веб-сайте нашей организации IREG. И этот список постоянно обновляется. Все эти новые национальные рейтинговые системы, национальные, региональные, глобальные, они пытаются отличаться от других, показать, в чем они отличаются, используя различную методологию. Благодаря этому методология развивается довольно активно. Каждый год каждая рейтинговая система претерпевает какие-то изменения. Могут быть мелкими, могут быть крупными. Шанхайская рейтинговая система меняется, потому что, поскольку меняются списки цитирования, меняются и списки самих университетов. И все это было бы невозможно, если бы не появлялись все новые, более совершенные базы данных. Наличие электронных баз данных, особенно такой базы, как Web of Science, позволяет производить уточнение аналитических данных. В частности, Clarivate Analytics – это то, что рейтерская система позволяет. И вот эти базы данных, доступ к ним позволяют радикально изменить систему информации, которая идет в подготовку этих рейтинговых систем и ускоряет эту работу. Еще один пример. Айрег публикует перечень Айрега различных академических международных наград и премий. Этот проект учитывает не только тех, кто является обладателем премии Филдса, медали Филдса или Нобелевской премии, но туда входят другие награды, выдаются различными международными организациями. Как вы видите, 99 различных наград были включены в этот перечень. И шанхайская система, консультанты этой системы использовали этот перечень для того, чтобы подготовить новый рейтинг для инженерных дисциплин. Это было в прошлом году. Я абсолютно уверен, что и другие рейтинговые организации будут отталкиваться и от этих данных, от этой информации, которая содержится в указанном перечне. Изменения. Вот, кстати, это пример этого перечня, о котором я говорил. Нобелевская премия дает один балл, а остальные отталкиваются от Нобелевского результата. И все это можно найти на веб-сайте нашей обсерватории. Конечно же, все это отражение ожиданий различных заинтересованных групп. Для студентов рейтинг – это средство, которое позволяет им выбирать на основе информации те вузы, в которых они хотели бы учиться. Исследователи пользуются этими рейтингами для того, чтобы сравнить, где они находятся, если их сравнивать с другими коллегами в других странах и в других университетах. Для управляющих университетами – это средство, которое позволяет обеспечить конкурентоспособность. И отслеживать те реформы, которые они реализуют у себя. Для работодателей – это показатель того, в каких университетах лучше искать будущих сотрудников. А политики пользуются этими рейтингами для того, чтобы снизить риск тех инвестиционных держений, которые они принимают. Кроме того, они играют важную роль в получении престижа страны. Целый ряд университетов создают такие ключевые группы, которые определяют, где же эта страна находится в международном рейтинге стран. И, конечно же, мы говорим про ожидания и политиков, и университетов. Политики хотели бы, чтобы у них был простой способ оценивать вузы и характер реализации тех или иных реформ. И, конечно же, возрастает роль ежегодно публикуемых рейтингов. И это один очень важный способ мониторить то, как происходят реформы. И совершенствоваться, и становиться лучше других. При этом мы знаем, что у рейтингов есть ограничения. Они не могут охватить всю сложность вузов. У них есть слабости. Они не могут во всех смыслах помогать. И порой чрезмерное упрощение этих рейтингов тоже является проблемой. Мы видим, что сегодня существует конкуренция между различными методологиями. И это дает весьма интересные результаты на международной конференции по различным инициативам по превосходствам, в том числе по инициативе профессора Фрумина. В июне прошла конференция. И хотя вот это не было темой конференции, тем не менее было представлено сообщение об основных тенденциях в развитии рейтинговых систем. Была возможность выступить по этому поводу. Теперь первая тенденция, которую я хотел бы отметить. Академические сообщества в различных странах в течение длительного времени предлагали, что рейтинговые системы должны включать в более широкий перечень различных вузов. В течение первого десятилетия существования международной рейтинговой системы работали внутри какого-то, скажем так, волшебного круга вузов. 100 лучших, 200 лучших, ну и в лучшем случае лучшие 500 вузов. И одновременно с этим существует порядка 18-20 тысяч вузов по всем мире. И анализ лучших 100 вузов означает, что это всего лишь 0,5% всех вузов. И, конечно же, это представляет большой интерес для экспертов и исследователей в области высшего образования. Но при этом это несправедливо для значительного количества других университетов и стран, где эти университеты существуют и функционируют. Ограничение такое вузов, которые включены в рейтинги, это результат тех методик, которые используются при расчете рейтинга. Это особенно справедливо в случае с шанхайским рейтингом. Вместе с тем появляются и другие рейтинговые системы. Это University Performance Europe, в том числе это и рейтинги, которые создаются в Анкаре для университетов среднего и ближнего Востока. И некоторые из них включают до 2000 университетов. А в этом году это число выросло до 2500 университетов, которые оцениваются таким рейтингом. Благодаря российским университетам, благодаря их присутствию в проекте ТОП-500, ключевые игроки из Стэнфорд и QS увеличили количество университетов, которые оцениваются в рейтинговых системах. И сегодня в списке входит до 900 различных университетов, а начиналось всего с 200. Вот у Times начиналось с 200, теперь 900, а у QS им удалось увеличить в два раза количество университетов до 800. Эта тенденция, конечно же, мне кажется, будет буквально стандартом отрасли. Через год тысяча университетов, это будет стандартная цифра. А через три года в эти международные рейтинги будет вовлечено до 2000 университетов. То есть примерно 10% всех вузов мира. Это возможно, и мне кажется, что это будет удовлетворять, скажем так, рейтинговые амбиции многих стран и многих университетов. Вторая тенденция, которую я хотел бы отметить, это появление рейтинговых систем, которые фокусируются на конкретных дисциплинарных направлениях. И было странно действительно понимать, почему именно такая система ранжирования не учитывалась ключевыми глобальными рейтинговыми системами. Потому что ведь разные университеты обладают какими-то сильными, а какими-то слабыми сторонами. И вот эти различия в глобальных рейтингах, они как бы теряются. Несколько лет тому назад я опубликовал в University World News статью, в которой говорил, предсказывал, что появятся рейтинговые системы по дисциплинарным направлениям. И я рад, что мой прогноз оказался точным. Возникает два вопроса. Сколько дисциплин необходимо учитывать, и сколько университет следует анализировать таким образом? Можем сказать с удовлетворением, что число этих предметных областей растет. QS опубликовал рейтинг 43 направлений. URAP – 41. US News Global Ranking – 27. Даже шанхайский рейтинг увеличил количество ранжируемых дисциплин с пяти, в которых раньше была математика, физика, химия, компьютерные дисциплины, экономика и бизнес. Дополнительно к ним добавил еще семь инженерных дисциплин, используя не только библиометрию, но и используя другие данные. QS опубликовал рейтинги в восьми широких направлениях и собирается публиковать несколько десятков таких рейтингов по различным направлениям. Я думаю, что как специалист, практикующий в этой области, было бы реалистично предполагать, что в следующие несколько лет в такие рейтинги по темам, по направлениям войдет не менее 50 предметных областей и охват составит не менее 500 учреждений или факультетов. Но при этом это будет непросто. Несмотря на тот прогресс, который мы сегодня наблюдаем в области ранжирования, по предметам объем работы, который предстоит проделать, весьма велик. Главная проблема, которая возникает перед авторами таких рейтингов, это проблема того, каким образом определить самые критичные характеристики и соответствующие дисциплины, а затем найти те индикаторы, которые наиболее точно отражают эти характеристики. Мы можем согласиться, что международные рейтинговые системы хорошо и точно показывают нам ситуацию в науке. Это естественно. Когда мы говорим про точные науки, поскольку результаты в этой области, они измеряются в публикации. Сравнивая количество публикаций и рассчитывая, например, индекс Хирша или другие индексы, мы можем сравнивать университеты или факультеты в таких направлениях, как математика, физика, химия или другие, которые относятся к категории, естественно, клеточных наук. И использование индикаторов, таких как количество публикаций, в меньшей степени применимы для других областей, особенно когда мы говорим про рейтинги, которые нацелены на будущих студентов. И вот это нынешнее поколение рейтингов по предметам, это, по сути дела, выборочные рейтинги. Там необходимо проводить определенные корреляции, ведь используются данные из основных рейтингов. Но нам было бы интересно специфику увидеть и конкретные характеристики этих дисциплин. Если мы хотим построить дом нашей мечты и хотим нанять хорошего архитектора, мы не спрашиваем ведь архитектора, сколько раз его работы опубликовали, и какой Хирш индекс у него. Мы хотим показать, чтобы он нам показал, что он уже построил. И затем задать тем людям, которые живут в его домах, насколько им удобно. То же самое в медицине. Когда мы ищем хорошую больницу, мы не интересуемся, какой у этого госпиталя индекс Хирша. Нам важно узнать, какое мнение у пациентов, и что об этой клинике думают профессионалы. И таких примеров можно приводить множество. И мне кажется, что можно было бы сделать следующее заключение. У каждой дисциплины есть определенные иерархические ценности. И когда мы строим рейтинги по темам, это непросто будет делать. Но при этом, если мы хотим, чтобы рейтинги соответствовали нашим ожиданиям, то нам совершенно необходимо эту работу проводить. Итак, третья тенденция. Все большее количество региональных рейтингов появляется на свет. Это вполне понятно, поскольку все больше и больше людей могут больше перемещаться по миру, сотрудничать друг с другом. И вот это перемещение и сотрудничество происходит внутри какого-то конкретного региона. С маркетинговой точки зрения региональные рейтинги в азиатских и арабских странах наиболее привлекательными. Кроме того, в меньшей степени для Африки, а в большей степени для Латинской Америки, для этого региона такого рода характеристика типична. Основная проблема, тем не менее, остается прежней. Это методология, региональные рейтинги. Это, в простыте дела, братья-близнецы международных рейтингов. Поэтому это тоже в каком-то смысле выдержки из глобальных рейтингов. На них они основаны. И сложно, наверное, их считать автономными, независимыми рейтингами. Но направление, я думаю, это будет развиваться в дальнейшем. Четвертая тенденция, которую я хотел бы отметить. Сегодня мы переживаем, по сути дела, возрождение национальных рейтинговых систем. Каждый год, как я уже говорил, появляется несколько новых рейтинговых систем национального уровня. Сейчас пытаются построить мосты между национальными и глобальными рейтингами. Почему? Потому что, например, есть несколько национальных рейтингов. И там используются индикаторы. В том числе такой индикатор, как национальное признание. Там незначительный присваиваемый вес. Но 3%. Тем не менее, это фактор. И это было бы полезно при проведении глобального ранжирования. Включить туда этот фактор. Такой фактор, как престиж национальной рейтинговой системы. И это, кстати говоря, один из советов, одна из рекомендаций по построению новой рейтинговой системы. Нельзя забывать про национальные позиции университетов в каждой стране. Пятая тенденция. Поиск путей для того, чтобы включить другие задачи в рейтинговые, кроме исследований. Сложно, наверное, оценивать качество, например, или успехи в области преподавания. Но, тем не менее, это ведь задача университетов. Третья задача. А именно преподавание. Добиться успехов в этой области. Социальное миссис. Но, тем не менее, сегодня делаются попытки найти решение. И для этого вопроса по инициативе Европейской комиссии очень интересный проект был основан. Он называется «Проект ранжирования для третьей задачи университетов ИТРИЭМ». И это не новый рейтинг какой-то, но в документе, который называется «Green Paper», суммируются результаты и выводы определенного рода исследования. Вот это схема, которая показывает, какие же можно было бы использовать различные индикаторы при проведении вот этого рейтинга третьей миссии. Здесь три основных критерия можно было бы назвать. Постоянное образование, взаимодействие со сообществом и передача технологий и инноваций. Мы можем, конечно, обсуждать каждую из этих индикаторов довольно подробно. Но это, мне кажется, должна быть задача наших специалистов, которые входят в состав нашей панельной группы. Мне при этом представляется, что если мы внимательно проанализируем результаты и выводы, которые сделали специалисты, принимавшие участие в работе этой группы, в том числе представители высшей школы, то мы могли бы сказать, что проблема с новыми рейтинговыми системами заключается в том, что рейтинги, они основываются на цифрах. Без цифр невозможно предметно обсуждать конкретно, что происходит. Можно обсуждать различные характеристики, свойства, но невозможно оценить предмет. Нет, у нас есть три основные источника информации. Это внешние базы данных, это очень хороший подход. Кроме того, мы можем рассылать в университеты опросные листы, проводить их опросы и тоже включать информацию в базы данных. Но здесь вопрос возникает достоверности этих данных и их объективности. И я, как человек, который занимается вопросами и рейтингом, я знаю, что каждый университет может периодически совершать ошибки. И каждый университет хочет свою позицию поднять, чтобы она выглядела лучше. И вы знаете, что это бывает иногда случайно, но, тем не менее, это проблема, с которой нужно иметь дело. И, наконец, третий источник, о котором мы могли говорить, это, что называется, опросы репутаций, репутационных данных о тех или иных университетах. В каких-то случаях это вопрос выборки информации, но это тоже один из вознужных источников информации. Мы будем обсуждать этот вопрос, как описать эту третью миссию университета. Но я хотел бы анонсировать еще ряд проектов, которые реализуются нашей обсерваторией. В следующем месяце мы проводим очередную конференцию IREG. Она пройдет в Катаре на базе Катарского университета. Главная тема будет как раз качество образования. И арабские страны, безусловно, заинтересованы подготовкой высококлассных инженеров, врачей и специалистов других направлений. Им будет чрезвычайно интересно обсудить те задачи, которые ставят преподавателями и по каким критериям их оценивать. И еще один проект, который я хотел бы анонсировать, это проект, который мы начали готовить в поисках новых индикаторов для инженерных и медицинских профессий. Почему же именно это? Потому что отрасль нуждается в различного рода специализированных рейтинговых системах. Их интересует не только то, что на входе есть, но и то, что на выходе получаем с результатами обучения. И передача знаний, и мобильность между университетами и отраслью, качество выпускников и так далее. И поэтому наша лаборатория создала две группы. Инженерная рабочая группа. И я являюсь руководителем инженерной группы. И если кто-то из вас заинтересован в том, чтобы присоединиться к нашей группе, я хотел бы сказать, что первый семинар небольшой группы будет проведен в феврале следующего года вместе с университетом Бремена из Германии. А второй пройдет в июне следующего года и будет проходить по инициативе Ядерного Московского университета. Ректор Астриханов является членом этой группы. Я надеюсь, что в июне мы сможем встретиться здесь, в Москве, для того, чтобы обсудить этот проект и подвести его к какому-то логическому завершению. Уважаемые коллеги, конечно, это лишь введение в обсуждение проблемы рейтинга, поскольку россияне, коллеги обсуждают сейчас этот вопрос рейтинга и эту идею, как отработать новый международный рейтинг. Так, большое спасибо за внимание, спасибо за приглашение. Большое спасибо. Это все равно, что такой взгляд с неба на землю посмотреть, со стороны, с высоты птичьего полета. Кто знал 12 лет назад, что это лавинообразное будет развитие? И вот у меня вопрос. Вот слайд покажите. Это типы рейтингов, виды рейтингов. Это один из первых, да, вот этот перечень, вот то, что я имею в виду, это показывает масштабы и скорость развития этого процесса, его развертывание. Мой вопрос, следующий. Сейчас немножко мультузианские все это выглядит. Идет рост, только рост. А куда это все нас ведет? Где мы успокоимся? Где мы достигнем состояния равновесия? Когда каждый, что, каждая узкая дисциплина, предметная область будет похвачена рейтингом? Или будет какая-то господствующая одна платформа или два, типа как Microsoft Windows или операционная система, так сказать, Apple? Вот ваше перспективное видение будущего. Трудно, трудно ответить на такой вопрос. Поскольку эта сфера развивается. Появляются новые вызовы, новые заинтересованные лица, новые игроки. И легко создать, опубликовать, собственный рынок разработать. Но есть Роллс-Ройс, шанханский рейтинг. Он не меняет особенно свою методологию. Конечно, какие-то вещи, так сказать, тюнинг идет. Для меня шанхайский рейтинг – это ручной сборки Роллс-Ройс. Хороший, дорогой, но для узкой группы пользователей. Из-за экономики, вы знаете, у каждого рынка есть большой игрок. Они берут обычно 80% рынка. Таймс-рейтинг – это теперь уже маркетинговые компании. Там большие деньги вложены в марки, в рейтинговый бизнес. И владелец этого – это венчурный капиталист из Калифорнии. Таймс. Кьюэс – это японский. И вот эти для владельцев – это очень хороший маркетинговый инструмент. Не только для университетов, но и для различных продуктов и продукции. И положение вот этих самых богатых организаций, оно будет стабильно. Но многие новые игроки… На прошлой неделе я был в Анкаре. Поскольку был опубликован новый европейский… Это серьёзная организация, это Ближневосточный технический университет в Анкаре. На английском языке половина ППС – это выпускники, кандидатские получили, так сказать, американских вузов. Это очень хард, серьёзный рейтинг новый. И много других появляется. И сейчас невозможно ответить, куда это всё ведёт и приведёт. И число дисциплин. Лейденский рейтинг, они разделяют. У них 700, более 700 дисциплин выделяется. И я думаю, что профессор Уолтерс опубликует более 700. Но, может быть, кто-то это сделает. Очень интересно. У нас есть время для пары вопросов. Комментариев вряд ли на данный момент. Хорошо, это очень интересный доклад. Я бы хотел задать вопрос в следующем направлении. Появление рейтингов, их распространение фактически формирует систему или инструмент для управления развитием университета во всём мире. А инструментально появление компании Uber удела частные пассажирские компании. То есть появление возможностей дейт для рейтинга может привести к системе, когда потребитель, используя дружественный интерфейс, сам для себя строит рейтинг под свои задачи. Как вы оцениваете возможность такой перспективы? Хорошо, знаете, я могу ответить вот следующим образом, потому что просто ответить, но это невозможно. Представьте себе людей, которые жили 20 лет после Гутенберга, когда Гутенберг здесь изобрел печатные штампы. Эти люди не соображали, что будет. Они знали, что это важное, что это новое изобретение, но к чему это доведет цивилизацию? Это поменяло всю цивилизацию. Современная цивилизация, она появилась благодаря печати, благодаря Гутенбергу. Но спрашивать людей в 20 лет после этого изобретения, как оно повлияет до конца, это невозможно. Мне тоже кажется, что мы находимся 20 лет после изобретения, может быть, не рейтингов, но глобальной сети, это прежде всего поменяло, это информационная революция, революция в путешествиях. Мы можем в любое место за 20 часов добраться. Мы не знаем, ну рейтинги тоже являются одним из проявлений этой глобализации, этих новых tendенций. Мы стоим, знаете, в предверии чего-то нового. Так как я по своему первому образованию информатик, выпускник warsсовского и урса университета в технологии, факультета информатики, я знаю одно, что даже если мы считаем, что Facebook, например, это последнее достижение этой глобальной информационной революции, мы ошибаемся, потому что мы здесь наблюдаем начало, чего-то нового. Я не знаю хорошего или плохого, это завершенно другое дело. Но мы находимся в этой стадии, в этой стадии, очень творческой стадии. Это еще не завершается, а отвечает на ваши замещания. До постоянного уровня развития ранкингов нам далеко. Окей, спасибо. Еще один, мы можем услышать вопрос. Нет, тогда мы переходим ко второму сообщению, которое как раз должно подвести нас к последующей панельной дискуссии после кофебрейка. Пожалуйста, профессор Мехков, включите, пожалуйста, презентацию. Спасибо большое, Вальдемар, замечательная презентация. Я хотел бы, наверное, продолжить там, где, с того места, где Вальдемар остановился, и абсолютно согласиться с ним в том, что рейтинги – вещь новая, постоянно меняющаяся, и что есть такие две черты, которые, собственно, и определяют ту задачу, которую мы сейчас пытаемся решить в рамках создания нового национального, международного рейтинга, которым работает Российский союз ректоров, а связано это с следующими проблемами, что, с одной стороны, Вальдемар абсолютно прав, для рейтингов нужны данные. Данные – это являются таким ключевым источником любого из рейтингов, которые существуют. А второй момент заключается в том, что, собственно, для чего рейтинги создаются, что они показывают. И вот здесь в соединении вот этих двух факторов кроется некая опасность. Почему? Потому что любые данные, которые мы используем в основном, у меня сейчас есть несколько слайдов на этот счет, данные, которые мы используем в основных международных рейтингах, они на самом деле являются наиболее легко доступными. Ну, естественно, поскольку рейтинги – вещь новая. Когда они начали, взяли то, что вот лежит на поверхности, это различные там индексы цитирования, количество статей, количество студентов и так далее. И на основании вот этих вот данных, собственно, и стали создаваться рейтинги. Как говорил мой, собственно, бывший начальник и основатель, президент Сколтеха Эдвард Кроули, что любой известный международный рейтинг измеряет ваше расстояние от Гарварда. Так, грубо, если говорить, сказать. Но в этом случае возникает вопрос, а какому вообще проценту университетов в мире это нужно? И вот тем стейкхолдерам, которые создают эти университеты, платят за эти университеты, учатся в этих университетах, какому проценту из этих стейкхолдеров подобные рейтинги важны? И если об этом задуматься, то оказывается, что, наверное, не очень большому. Почему? Потому что, ну, если взять там средне-типичный университет в мире, то какая у него миссия, какие у него функции? У него функции учить студентов, которые живут в том или ином регионе, иметь специализацию, как правило, в какой-то области, которая так или иначе в данном регионе важна. Возможно заниматься исследованиями, которые так или иначе связаны с наличием там профессорско-преподавательского состава в каких-то областях, но часто, опять же, с различными там региональными и прочими задачами. Естественно, попытки вот втиснуть такой университет в существующие рейтинги, а Вальдемар сказал, что там через пару-тройку лет у нас будет несколько тысяч университетов в крупнейших международных рейтингах. Они, в общем, ну, в итоге мало что показывают, поскольку существует некая несовместимость миссии университета и места университета в рейтингах. Тем не менее, место в рейтинге – вещь такая очень видимая. Журналисты любят, правительственные чиновники это дело любят. Это просто сказать, ну вот смотрите, вот у нас есть столько-то университетов там в первой сотне, например, или там в первых двухста. А что это на самом деле показывает, не совсем понятно. Опять же, вот я соглашусь с Вальдемаром, что возьмем количество публикаций, количество публикаций и индекс цитирования. Индикатором чего это является? Скажем, это, предположим, оно высокое. Как правило, с точки зрения влияния, это является хорошим индикатором влияния одних профессоров на других. Естественно, в некоторых случаях это является показателем очень высокого качества научных исследований, которые ведут так или иначе к прорывным разработкам, созданию новых лекарств и так далее. Но я думаю, что многие из нас согласятся, что в большинстве случаев это все-таки является влиянием одних профессоров на других. И второй момент, который очень важен, заключается в том, что существующие рейтинги, они являются такими как бы стимулами, что ли, которые направляют университеты и заставляют университеты развиваться в том направлении, в котором эти рейтинги их измеряют. Это тоже некая проблема, потому что, опять же, попытка, скажем, для хорошего регионального, федерального, скажем, вуза в Российской Федерации угнаться за ведущими, например, американскими вузами по количеству публикаций, она, с одной стороны, скорее всего, ни к чему не приведет, а с другой стороны, она просто бессмысленна, потому что это не то, зачем эти вузы создаются, это не то, зачем государство эти вузы поддерживает и так далее. Поэтому вот когда была озвучена, собственно, в качестве поручения президента Российской Федерации идея о создании национального и международного рейтинга, то есть международного рейтинга, инициатива которого исходила бы из России, собственно, одна из идей, которая была предложена и которая, опять же, через процесс некой эволюции сейчас является одной из приоритетных идей направления развития вот этого рейтинга, эта идея измерять с помощью рейтинга не только вот то направление, которое мы, условно говоря, по-английски называем scholarship, и которое является основой существующих рейтингов, как я сейчас покажу, но измерять, собственно, то, насколько университет оказывает влияние на ту страну, на тот регион, на тех стейхолдеров, которые этот университет создали и для которых он важен. Вот этот пазл о том, как померить это влияние, эта задача, на самом деле, непростая, потому что университет оказывает влияние не только с помощью патентов, трансфера технологий и так далее, а университет оказывает влияние на культуру, он оказывает влияние на поведение людей, он оказывает влияние на развитие различных индустриальных партнеров, на инновационные центры развития и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот задача, она на самом деле непростая. То есть мы все понимаем, что, скажем, такой вуз, как МГУ, например, или большинство федеральных вузов Российской Федерации, они оказывают колоссальное влияние МГУ на национальном уровне, федеральные университеты на уровне своих регионов. Но как это влияние померить, это трудно. То есть у нас нет для этого данных, как правило, у нас нет методологии, как правило, и поэтому, наверное, это так или иначе не было отражено вот в тех основных рейтингах, которые, собственно, на данный момент существуют. Так вот, в рамках создания нового российского национального рейтинга мы предпринимаем попытку, а, собственно, другого выхода у нас нет, поскольку если мы создадим наш рейтинг, который будет, ну, некое там небольшое изменение уже существующих рейтингов, то зачем он тогда нужен? Мы делаем попытку продвинуться в этом направлении и инициировать развитие части рейтингов, которые были бы основаны именно вот на подходе к то, что мы называем импакт, влияние университета в развитии общества. Ну, значит, я не буду много времени тратить на методологию основных существующих рейтингов. Скажу только, что вот три основных рейтинга, они так или иначе, вот если сложить, видите, вот синенькие и красненькие колонки здесь, то вы увидите, что практически целиком три основных международных рейтинга так или иначе сфокусированы на совокупности образования и исследований, причем исследование, исследовательская деятельность занимает в них доминирующую позицию. Опять же, как я сказал, ну, скорее всего, наверное, потому что легко получить данные, данные достаточно униформные для различных стран, то есть существуют базы данных публикационной активности, там, Web of Science, Копус и так далее, оттуда данные берутся, сравниваются. Что касается образования, то, как правило, это, то есть здесь, значит, меряется количество студентов, здесь меряется количество профессорско-преподавательского состава и редко, ну, там в QS есть репутационные различные факторы, но, тем не менее, редко меряется то, что мы называем learning outcomes, вот как Валдемар говорил, редко меряется или практически не измеряется качество образования. То есть вот это, по сути, наша отправная точка. Мы видим, что, скажем, инновационная компонента вообще присутствует только в Times High Education и то в очень, собственно, маленьком проценте. Значит, ну, я, опять же, не буду много говорить про тенденции мировых рейтингов, Валдемар про них сказал очень хорошо, я скажу только, что я абсолютно согласен с тем, что эта индустрия очень быстро развивающаяся и действительно мы не знаем, к какому равновесию она сойдется. То есть с моей точки зрения то равновесие, которое будет, если оно будет, оно, безусловно, будет в себя включать измерение успешности выполнения университетом своей миссии, а это означает для подавляющего большинства университетов измерения влияния университета на то сообщество, в котором он находится. Я не думаю, что кто-то собирается мерить влияние Гарварда на Кембридж, Массачусетс, но я думаю, что влияние Северного Арктического университета на регион колоссально. Поэтому это очень важно. Помимо трех основных рейтингов есть также, естественно, другие довольно-таки известные рейтинги, которые также активно развиваются в последние годы, которые, тем не менее, включают вот эти вот факторы, которые мы можем отнести к факторам влияния. Они так или иначе связаны, как правило, с инновационной деятельностью, с трансфером технологий, поскольку, опять же, если посмотреть на те инвестиции, которые сейчас идут в университеты, то они в основном, конечно, идут на инновационную деятельность, на деятельность, связанную с биомедициной, с инжинирингом, с высокими технологиями. Собственно, вот американский университет, университет штата Орегон, в котором я преподаю, недалее как на прошлой неделе получил миллиард долларов от Фила Найта, основателя компании Найки. Это, кстати, самый большой подарок от частного лица государственному университету за всю историю американских университетов как раз вот на создание, по сути, кампуса внутри университета, так или иначе связанного с инновационной и научно-технологической деятельностью. Значит, тем не менее, существуют системы, то есть существуют рейтинги, в которых есть системы оценки, так или иначе связанные с влиянием университетов. Они не так заметны, не так видимы, но вот, видите, значит, скажем, Unique Rating, у него большая компонента связана с инновационной деятельностью. Также инновационная деятельность присутствует в Multirank, который, кстати, вот с моей точки зрения является одним из таких наиболее прогрессивных рейтингов с точки зрения общего охвата университетов и так далее. Значит, какие ключевые вопросы я хотел бы сегодня поднять? Я сразу хочу сказать, что вообще вот ответов на эти вопросы, таких законченных, у нас пока нету. То есть то, что вот та работа, которая сейчас ведется над компонентой, связанной с влиянием или импакт университетов на сообщество, это работа, которая находится в состоянии, как говорится, work in progress. Поэтому, собственно, сегодняшнее мероприятие настолько важно, то есть нам очень интересно получить от вас обратную связь, feedback, и вот тот круглый стол, который у нас состоится после этой пленарки, как раз этому будет посвящен. Так вот, собственно, как оценить уровень и качество влияния университетов, как интегрировать эту оценку с общепринятыми механизмами рейтингования университетов, что нетривиально, и как совместить новые индикаторы и связанные с ними стимулы с существующими стимулами развития университетов. То есть это о чем? Это о том, что как только мы вводим какой-то новый рейтинг, как только мы вводим новые индикаторы, естественно, университеты, во всяком случае в таких странах, как Российская Федерация, начинают свою деятельность так или иначе организовывать вокруг максимизации, как говорится, полезности, увеличения этих индикаторов. То есть здесь нам нужно быть очень осторожными, чтобы не навредить, потому что если индикаторы будут неправильными и индикаторы будут не способствующими развитию университета и университетской системы, то ректоры, как говорится, возьмут под козырек, и университеты могут пойти не совсем в ту сторону, которую мы от них ожидаем. Вот этот вот третий, это такой очень, конечно, важный вопрос. Есть несколько примеров оценки «Импакт», с которых мы начинаем. Они, конечно, везде являются национальными примерами. Я бы сказал, что наиболее яркий пример сейчас происходит в Великобритании. Это, значит, у них там есть оценка, то есть проходит оценка университетов с точки зрения, ну, как бы у нас сказали, мониторинг, вот UK Research Excellence Framework. И вот с 2014 года 20% оценки этого мониторинга полностью посвящено исследованиям, которые имеют, то есть оценки исследований, которые проводятся университетом, которые оказывают влияние на общество за пределами академической среды. Они это делают исключительно по принципу так называемых case studies, то есть это все экспертная оценка, там нету никаких измеримых показателей. Значит, каждый факультет обязан представить один такой case study на 10 членов проверско-предподавательского состава, которые с точки зрения факультета наиболее отражают вот эту вот идею того, что вот данное конкретное исследование имеет вклад, помогая чем-то обществу за пределами академической среды. Дальше внешние эксперты оценивают, ставят там какие-то оценки, ну и, соответственно, вот на основании этого выводится общая оценка университета. Это один такой пример. Значит, есть, скажем, рейтинги, основанные на подсчете взаимодействия с индустриальными партнерами, так называемой URSC. Значит, тут считается количество публикаций в соавторстве с индустриальными партнерами, а также процент всех публикаций в соавторстве с теми же индустриальными партнерами. Вот здесь, скажем, пример, как в этом рейтинге, то есть, выглядят топовые университеты, то есть мы видим, что, к нашему, да, удивлению, значит, среди них нету MIT, среди них нет Стэнфорда, а есть университеты, которые, ну, может быть, мы некоторые из них бы ожидали иметь в этом списке, некоторые бы не ожидали. Значит, теперь, если посмотреть, скажем, на рейтинг Times Higher Education, все-таки это один из главных трех рейтингов, и посмотреть, какие там университеты лидируют по инновационной составляющей, это, собственно, единственная компонента, вот помните, те 2,5%, про которые я говорил. Вот здесь, опять же, мы видим университеты, которые, то есть, не являются, ну, некоторые из них являются, но, вообще говоря, не являются там топовыми, скажем, среди самого рейтинга Times Higher Education. То есть, что вот эти вот примеры нам говорят? Они нам говорят о том, что вот этот вопрос влияния университетов на общество, когда мы его задаем, мы на самом деле вводим новую размерность в рейтингование университетов. То есть мы, скорее всего, как только мы начнем это измерять и согласимся с тем, как мы это измеряем, мы будем получать топовые университеты и вообще порядок университетов этих рейтингов, существенно отличающийся от того, который мы получаем вот по этой вот размерности, которую мы, условно говоря, называем scholarship. И это хорошо. Почему это хорошо? Потому что у нас появится возможность смотреть не на одну, как говорится, трубу, в которую все университеты засунуты и по каким-то там принципам сравниваются, но в итоге все равно, как я уже сказал, сравниваются с Гарвардом или со Стэнфордом. А у нас появится возможность выбирать, что нам нужно. Нужно нам смотреть на университеты с точки зрения их миссии. Пожалуйста, вот у нас есть размерность. Нужно нам смотреть на университеты с точки зрения их, скажем, международной публикационной активности. Пожалуйста, есть измерения. И, может быть, будут появляться еще другие измерения. То есть, может быть, вот наличие как раз некоторого дополнительного количества измерений и будет движением к тому равновесию, про которое Вальдемар и Исаак как раз обсуждали вот в вопросе Исаака. Значит, ну здесь вот еще один пример. Это, собственно, рейтинг ведущих мировых предпринимательских экосистем, созданных вокруг университетов. То есть, здесь мы видим, значит, вот какие университеты здесь лидируют. Да, ну, естественно, здесь, как говорится, наши usual suspects. Значит, ну, собственно, что мы в нашем проекте делаем и в чем мы, опять же, просим вашу помощь, просим ваш фидбэк. Значит, это оценка. Российский национальный рейтинг университетов будет состоять из трех компонент. Причем эти три компоненты будут, скорее всего, равновеликие. Это, естественно, исследовательская деятельность, естественно, образовательная деятельность. И вот эта вот третья компонента, которая будет иметь не меньший вес, чем остальные две, это вклад. Значит, почему мы не останавливаемся только на вкладе университета в общество? Ну, здесь, я думаю, всем примерно понятно, что в хорошем университете должна быть публикационная активность, должны работать хорошие ученые, должно быть качественное образование. Без этого никуда не деться. То есть мы не пытаемся свести университеты к университетам, которые там только отвечают потребностям региона и при этом забывают, собственно, про то, в каком мире они находятся. Значит, каким образом мы будем выбирать показатели вклада? Вот здесь, почему я назвал как бы свой доклад «Системная модель», то есть мы их будем выбирать на основании тех идей, которые вытекают из модели, которую я покажу на следующем слайде, которая является, по сути, такой упрощенной моделью интеграции университета и качества университета в общество и в общественные нужды. Значит, ну, про проблемы, я думаю, всем понятно, значит, ради экономии времени я их пропущу и перейду сразу к модели. Значит, что мы здесь, значит, что на этом слайде важно? Важно на этом слайде то, что, значит, университет по сути является неким таким процессом, процессором, который перерабатывает то, что у него есть на входе, в некое общественное благо, которое он производит на выходе. То есть, а это общественное благо, оно состоит из, в первую очередь, конечно, талантливых студентов, то есть талантов, которые этот университет производит, технологий, идеи и знания, которые этот университет передает, а также, что немаловажно, то того влияния, которое университет оказывает на правительственные организации и образовательные организации. Все это в итоге, в итоге все равно сводится к влиянию как совокупности компонент на индустриальную структуру сообщества, на индустрию, что ведет, естественно, к росту ВВП, развитию общества, и дальше существует обратная связь. То есть, вопрос, вот то, что университет производит на выходе через эту обратную связь, соответствует той миссии, тем целям, которые перед университетом стоят. Если ответ, соответственно, да, то университет продолжает развиваться, так как он и развивается, продолжает улучшать вот те показатели, те характеристики, про которые мы говорили. Если нет, то происходит некая адаптация, опять же, через вот те входы. То есть, если, например, там есть недостаточное количество талантливых студентов в какой-то области, то меняется область, меняется направление и так далее. Вот, соответственно, такая модель. Значит, что здесь важно? Важно здесь то, что если мы собираемся мерить влияние университета на общество, то нам нужно мерить все три составные части. То есть, нам нужно мерить качество того, что университет имеет на входе. То есть, нам нужно мерить качество студентов, нам нужно мерить ресурсы, куда же без них, да? Вот, нам нужно каким-то образом измерять те стимулы, которые университет получает. Дальше нам нужно мерить процесс, собственно, как университет осуществляет эту деятельность. И нам нужно мерить то, что мы называем outputs, то, что университет имеет на выходе. Вот это такой как бы основной, значит, системный подход. Дальше мы можем там спорить, сколько угодно о том, что является там составной частью той или иной компоненты. Но главное, чтобы мы согласились, что мерить нужно вот эти вот три основные части, из которых, собственно, и состоит деятельность университета. Значит, как говорил Вальдемар, конечно, основная здесь проблема, как всегда, в данных. Потому что, ну, наверное, причина, почему до сих пор ничего подобного сделано не было на достаточно систематической основе, потому что нет данных. Значит, вот идея изначально этого проекта, она возникла не сейчас, она возникла еще в мою, значит, бытность вице-президентом в Сколтехе, где задача, которая нам была поставлена, тогда как раз замминистра финансов, а мы, собственно, Сколтех финансировался и финансируется строкой в Министерстве финансов. Вопрос был такой, а как вас оценивать? То есть, ну, даже нету там мониторинга и ничего. Откуда мы знаем, что вы там нормально развиваетесь, какие у вас KPI и так далее. Вот. И вот тогда мы решили, собственно, вместо того, чтобы где-то на коленке придумать какие-то цифры и отправить их в Минфин, мы сказали, что мы сделаем такое некое бенчмаркинговое исследование. Мы сравним, сделаем бенчмаркинг тех университетов, которые, по нашему мнению, являются в чем-то сравнимыми на разных стадиях их развития со Сколтехом. Вот. И на основании этого сделаем вывод о том, собственно, какие факторы, какие вот из этих параметров наиболее применимы для оценки. То есть, какие из этих факторов приводили, скажем, вот в тех университетах, с которыми мы сравнивали, к наиболее успешному развитию в тех направлениях, которые являются приоритетными направлениями Сколтеха. Поэтому данные, которые вот, ну, в основном данные, которые я сейчас покажу, они как раз основаны вот на таком вот бенчмаркинговом исследовании, которое, естественно, может и должно быть расширено для того, чтобы мы могли вот эти данные использовать вот в новом российском национальном рейтинге университетов, поскольку, естественно, университеты, которые будут участвовать в этом рейтинге, их миссия гораздо более широкая, гораздо более емкая, чем, собственно, миссия Сколтеха. То есть, но принцип, вот он такой, то есть мы смотрим на различные факторы, смотрим, как они оказывают влияние на развитие того или иного университета, а дальше, соответственно, делаем выводы, вот это хорошо, это плохо, это приемлемо, это неприемлемо. Еще раз я повторюсь, почему это очень важно, потому что с помощью этого рейтинга мы дадим университетам стимулы развития. И если эти стимулы развития будут неправильные, то университеты будут развиваться в неправильную сторону. Значит, собственно, вот в том исследовании, пример, которого я здесь хочу привести, мы взяли такие, собственно, известные, молодые и достаточно быстро развивающиеся университеты, как Конконгский университет науки и технологий, Сингапурский университет технологий, дизайн и ПФЛ, университет в Манчестер, Варвик и так далее. Обратите внимание, что здесь нету ни одного американского университета. Причина, почему здесь нет ни одного американского университета, потому что, опять же, стимулы, миссии, принципы финансирования и методы оценки университетов в Штатах принципиально отличаются от того, что практикуется в Европе, в России и сейчас очень быстро развивается в Юго-Восточной Азии, не только в Юго-Восточной Азии. Значит, вот эти университеты были взяты на основании, значит, было проведено два этапа исследования. Один – это качественный этап, где, ну, по сути, были проведены интервью, экспертные оценки и так далее. Второй – количественный. Значит, я здесь сейчас не буду вдаваться в детали, у нас есть подробное описание этого исследования, но скажу только, что с точки зрения вот развития инженерного образования, с точки зрения развития высокотехнологичных сфер, конечно, стало понятно, что быстро развивающиеся, успешные и качественные университеты должны иметь, тут никакого удивления нету, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, должны активно внедрять новые образовательные практики, такие, скажем, как методику CDIO инженерного образования, это один из примеров, и так далее. Должно активно развиваться взаимодействие с индустриальными компаниями, исследовательская инфраструктура, интенсивная инновационная деятельность. Ну вот, что также было очень интересно, что, значит, когда мы провели, опять же, на основании, как правило, данных Times Higher Education и некоторых других, когда мы провели корреляционный анализ, собственно, успешности развития университета с точки зрения их исследовательской деятельности и академической деятельности, то мы выяснили очень такой, скажем так, интересный феномен, что хорошие университеты, они на самом деле очень хорошо развиваются с точки зрения и инновационной деятельности, и взаимодействия с промышленностью и так далее. То есть вот здесь вот очень важно, почему вот в этом новом российском рейтинге, как я уже упомянул, мы ни в коем случае не хотим забыть качественную исследовательскую и образовательную деятельность, потому что люди, которые определяют именно качество и уровень университета, то есть высококачественный профессорско-преподавательский состав, как показывает опыт, является залогом того, что университет будет активно вовлечен в инновационную деятельность, предпринимательскую деятельность, и вот эти вот цифры, которые здесь показаны, они являются тому просто очень наглядным подтверждением. Значит, ну опять же, здесь в основном, естественно, так как мы это исследование делали для Сколтеха, то есть факторы здесь так или иначе связаны и с инновационной деятельностью, но тем не менее все они показывают одно, что хорошие профессора, хорошие студенты, достаточное количество ресурсов, будет инновационная деятельность. Кстати, вот, если, например, кому-то интересно, то в итоге мы, то есть, естественно, нам все задавали вопрос, собственно, как мерить с помощью рейтингов успешности инновационной деятельности университета. Так вот, в итоге мы пришли к выводу, что, в общем, есть всего три измеряемых фактора, которые, по сути, определяют успех или не успех инновационной деятельности университета. Эти три фактора очень простые. Это количество в общем объеме исследовательских денег, которые приходят от индустрии, это количество патентов, которые были кем-то пролицензированы в течение двухлетнего периода, и количество стартапов, которые получили внешнее финансирование в течение двух лет. То есть, условно говоря, если ваши профессора не сотрудничают с индустриальными партнерами, не придумывают что-то, что кому-то нужно, за что кто-то готов заплатить деньги, и не создают компании, в которые кто-то извне университета инвестирует, то ваши профессора не занимаются инновационной деятельностью. Вот это вот, собственно, такой очень простой вывод, но для того, чтобы к этому простому выводу прийти, пришлось перелопатить, собственно, большое количество данных. Значит, соответственно, когда мы, вот сейчас, то есть мы работаем над этим рейтингом, и какие принципы. Здесь, конечно, вот, все, что я сейчас говорю, это такой дисклеймер, это вопросы к обсуждению. Это даже, то есть, естественно, у нас пока нету окончательного решения, какие индикаторы мы будем употреблять. Мы работаем с данными, мы работаем с экспертами, и вот данное мероприятие, как я уже сказал, является одним из таких как раз очень нам помогающих событий. Так вот, значит, мы разбили индикаторы, по сути, на такие четыре группы. Значит, мы хотим, естественно, использовать индикаторы, которые широко применяются в известных международных рейтингах. Ну, куда же без них, да? Значит, мы будем использовать индикаторы, которые, как показывает анализ данных, являются важными для успешного развития классического ведущего вуза. То есть, это как раз вот где нам помогают бенчмаркинговые исследования. Значит, второе, значит, третья группа – это как раз индикаторы, которые существенно увеличивают результат вуза. Такие-то так называемые направляющие или определяющие, плюс инновационные индикаторы. И четвертая группа – это индикаторы, которые показывают успешность развития вуза, с одной стороны, в краткосрочной перспективе, с другой стороны, в долгосрочной перспективе. Ну, естественно, многие индикаторы будут являться как бы и теми, и другими. То есть, они будут попадать в разные группы. Вот. Ну, значит, здесь, как я уже сказал на основании модели, у нас есть три корзины. То есть, у нас есть inputs, то, что у нас на входе, у нас есть процесс, то, как это все перерабатывает. И у нас есть то, что у нас на выходе. Это так называемые наши outputs. Вот. Ну, здесь, опять же, презентация, я думаю, она будет доступна для вас в интернете. Вы можете внимательно посмотреть на детали этих индикаторов. Но так или иначе, понятно, что когда мы говорим про inputs, нам очень важно мерить людей, то есть, качество людей. Это, ну, без людей университета не бывает. И ресурсы. То есть, если есть качественные люди и хорошие ресурсы, то это уже, значит, хороший inputs. В процессе, значит, мы рассматриваем образовательные программы, исследования, инновационные программы, взаимодействие с индустрией, я уже сказал, стимулы. И, соответственно, на выходе мы рассматриваем таланты, знания, инновации и, собственно, вот как раз влияние. Перед тем, как я закончу, я бы хотел сделать одно еще небольшое замечание, которое также, я думаю, что мы обсудим вот в рамках этого круглого стола, значит, которое опять возвращает нас к данным. Где брать данные? Сейчас, если мы хотим, я не знаю, выбрать, например, ресторан, куда пойти, то, как правило, мы смотрим на рейтинг этого ресторана, где-нибудь либо в интернете, либо в социальных сетях, либо еще где-то. Если мы выбираем какую-то крупную покупку, то мы делаем, как правило, то же самое. Так вот, выясняется, что сейчас, если правильно использовать анализ данных, анализ больших данных в социальных сетях, а это один из как раз моих проектов совместно с Томским государственным университетом и с компаниями Крибрум и Инфовоч в Москве, то оказывается, что можно на основании анализа естественного языка и математических методов из социальных сетей получать некое представление о так называемом образе университета. Естественно, это находится в таком как бы зачаточном состоянии, мы только начали этим заниматься, но это такая вот информация к размышлению, что, может быть, одно из направлений как раз развития методологии, то есть источника получения данных как раз кроется в тех, как мы сейчас называем, big data, которые для нас становятся все более и более доступными. Спасибо. Дорогие коллеги, у нас остается всего 3 минуты до обеда, поэтому есть возможность задать очень короткий вопрос, но хорошая новость состоит в том, что в 3 часа у нас после обеда здесь состоится панельная дискуссия с участием профессора Мехкова и Вальдемара, и других коллег, и присутствующих здесь руководителей ряда университетов, как раз относительно темы измерения вклада. Но я видел руку, поэтому, чтобы завершить сессию, пожалуйста. Я прошу прощения за, может быть, избыточную активность. Нет, нет, нет. Но тем не менее, да? Смотрите, вы взялись за очень сложную задачу, и она как бы не решается с первого шага, уже какой-то опыт был. Я понимаю, когда вы апеллируете к трем лидерским рейтингам и говорите, у них сильная компонента исследовательская. И я понимаю исследовательская, потому что исследования обеспечивают знаньевое, а дальше технологическое преимущество. Ну, и понятно, откуда, что называется, ноги растут. Сознательно, несознательно, но это так. Когда вы предлагаете концепцию вклада, то, ну, есть банальный как бы ответ, он некрасивый, да? Концепция вклада позволяет странам, где университеты финансируются из госбюджета, значительно участвовать на размеры, ну, как бы влиять на размеры субсидий. Но я понимаю, что вы идею конкурентного преимущества, тем не менее, какую-то удерживаете. Так вот, идея вклада, какое конкурентное преимущество и на глобальном рынке, и на национальном, может потенциально обеспечивать? Очень хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что в деталях, конечно, мы этот вопрос, я надеюсь, что вот вы будете на этой сессии после обеда, на него в двух словах не ответишь, но, конечно, причина, почему в национальном рейтинге идея вклада будет занимать как минимум 30%, а может быть больше, потому что миссия университетов, подавляющего большинства университетов, которые мы меряем, она напрямую связана с вкладом этих университетов в развитие общества, то есть в развитие региона, в развитие общества. И, ну, я не знаю, я бы здесь не стал как бы привязывать вот это вот конкурентное преимущество к федеральной субсидии и так далее. И подавляющее большинство университетов, которые мы рассматриваем, финансируются из госбюджета. И даже если мы возьмем университеты, которые, казалось бы, частные университеты, и даже если мы возьмем американские университеты, которые, казалось бы, частные университеты, подавляющее большинство бюджета этих университетов это федеральный бюджет. Поэтому здесь, в общем-то, мы ничего не теряем, когда мы говорим, что мы можем большое количество университетов мерить на основании их вклада, понимая, что один из ключевых стейкхолдеров этих университетов, конечно, это правительство, которое их финансирует.